Здравствуйте! Вас приветствует музыкально-поэтическое радио «Океан Плюс» и я, Юлия Сафонова-Коновалова. Сегодня я хочу поговорить о творчестве Эдуарда Охсадова. Ни для кого не секрет, что каждое из его стихотворений берет за душу и просто не может оставить равнодушным. Они настолько искренние, добрые, сердечные, что неудивительно, что люди читают их своим любимым. Вот что написал Эдуард Охсадов о рождении любви. Стихотворение «Древние свидания». В далекую эру родной земли, когда наши древние прародители ходили в нарядах пещерных жителей, то дальше инстинктов они не шли, а мир красотой полыхал такую, что было немыслимо совместить дикое варварство с красотою. Кто-то должен был победить. И вот, когда буйствовала весна и в небо взвивалась заря крылатая, к берегу тихо пришла она, статная, смуглая и косматая. И так клокотала земля вокруг, в щебете, в радостной невесомости, что дева склонилась к воде и вдруг смутилась собственной обнаженности. Шкуру медвежью с плеча сняла, краила, мучилась, примеряла. Тут припустила, там забрала, надела, взглянула и замерла. Ну, словно бы сразу другою стала, волосы взбила над головой, на шею повесила, как игрушку, большую радужную ракушку и чисто умылась в воде речной. И тут, волосатый, могуч, как лев, парень шагнул с глуши зеленый, увидел подругу и, а не мев, даже зажмурился потрясенный. Она же, взглянув на него не смело, не рявкнула весело в тишине и даже не треснула по спине, а нежно потупившись, покраснела. Что-то неясное совершалось. Он мозг неподдатливый напрягал, затылок поскребывал и не знал, что эта женственность зарождалась. Но вот в ослепительном озаренье он быстро вскарабкался на курган, сорвал золотой, как рассвет, тюльпан и положил на ее колени. И, что-то теряя привычно злое, не бросился к ней без тепла сердец, как сделали б дед его и отец, а мягко погладил ее рукою. Затем, что-то ласковое ворча, впервые не дик и совсем не груб, коснулся губами ее плеча. И в изумлении раскрытых губ она пораженно взволновалась, заплакала, радостно засмеялась, прижалась к нему и не знала, смеясь, что эта на свете любовь родилась. Потрясающе, не правда ли? Любовь, любовь. Тема вечная и нестареющая. Стихи Эдуарда Осадова так чувственно рассказывают о верности и истинных чувствах. Вот еще одно стихотворение, которое я хочу вам прочитать. Она называется «Все равно я приду». Если град зашумит с дождем, Если грохнет с шрапнылью гром, Все равно я приду на свидание, Будь хоть сто непогод кругом. Если зло затрещит мороз И завоет метель, как пес, Все равно я приду на свидание, Хоть меня застуди до слез. Если станет сердиться мать И отец не будет пускать, Все равно я приду на свидание, Что бы ни было можешь ждать. Если сплетня хлистнет, Ну что ж, Не швырнет меня в подлость, в дрожь, Все равно я приду на свидание, Не поверя в наветы ложь. Если я попаду в беду, Если буду почти в бреду, Все равно я приду. Ты слышишь? Да бреду, да ползу, дойду. Ну, а если пропал мой след И пришел без меня рассвет, Я прошу, не сердись, Не надо, Знай, что просто меня уже нет. Потрясающее стихотворение. Очень чувственно и проникновенно. Так о чем же я? Ну да, конечно же. Любящий человек пройдет огонь и воду, И медные трубы, Преодолеет самые невероятные препятствия, И, что немало важно, Истинная любовь умеет ждать. Послушайте песни на стихи Эдуарда Осадова «Я могу тебя очень ждать» В исполнении Олеси Блудовой Я могу тебя очень ждать Долго-долго и верно-верно И ночами могу не спать Год и твой, и всю жизнь, наверное, Пусть листочки с календаря Облетят, как лиц твол сада, Только знай, что все не зря, Что тебе это вправду надо. Я могу за тобой идти Сквозь трущобы и перелазы По горам без дорог почти По пескам по любому пути Где и черт не бывал ни разу Все пройду, никого не горяй Отдали любые тревоги Только знать бы, что все не зря Что потом не предашь дороги Я могу за тебя отдать Все, что есть у меня и будет Я могу за тебя принять Горечь злейших на свете судей Буду счастьем считать таря Целый мир тебе ежечасно Только знать бы, что все не зря Что люблю я тебя не напрасно Я могу тебя очень ждать Долго-долго, верно-верно И ночами могу мне спать Год и два и всю жизнь, наверное Пусть листочки с календаря Облетят, как листво сада Только знать бы, что все не зря Что тебе это вправду надо Что потом не предашь дороги Что люблю я тебя не напрасно Лично мне очень нравится эта песня Так что я с большим удовольствием Снова послушала ее Как надеюсь и вы И снова продолжаю тему любви С детства мы мечтаем о ней Представляем себе что-то сказочное И прекрасное Но вряд ли кто-то ожидает Разочарования, обиды и боль Как ни странно, но боль и любовь Нередко ходят за руку Именно об этом Пишет Эдуард Асадов В своем стихотворении Необидная любовь Пробило десять В доме тишина Она сидит и напряженно ждет Ей не до книг сейчас И не до сна Вдруг позвонит любимый Вдруг придет Пусть вечер люстру звездную включил Не так уж поздно День еще не прожит Не может быть, чтобы он не позвонил Чтобы не вспомнил Быть того не может Конечно же он рвался И не раз Но масса дел То это, то другое Зато он здесь и сердцем И душою К чему она хитрит перед собою И для чего так лжет себе сейчас Ведь жизнь ее уже немало дней Течет отнючь Не речкой серебрянкой Ее любимый постоянно с ней Как хан Гирей С безвольной полонянкой Случалось Он под рюмку умилялся Ее душой Так предан навсегда Но что в душе той Радость или беда Об этом он не ведал никогда Да и узнать ни разу не пытался Хвастлив или груб он Тресв или хмелем В ответ ни возражения Ни вздоха Прав только он И только он умен Она же лишь Чудачка и дуреха И ей ли уж не знать о том Что он Ни в чем и никогда с ней не считался Сто раз Ее бросал И возвращался Сто раз Ей лгал И был всегда Прощен В часы невзгод Твердили ей друзья Да с ним пора Давным-давно Расстаться Будь гордую Довольно Унижаться Сама пойми Ведь дальше так нельзя Она кивала Плакала порой И вдруг смотрела жалобно на всех Но Я люблю Ужасно Как на грех И он уж все же не такой плохой Тут Было Бесполезно Припираться И шла она В свой Добровольный Плен Чтоб Вновь Служить Чтоб Снова Унижаться И Ничего Не требовать Взамен Пробила Полночь В доме Тишина Она сидит И Неотступно Ждет Ей Не до Книг сейчас И Не до Сна Вдруг Позвонит А вдруг Ещё Придёт Любовь Приносит Радость На порог С ней Легче Верить И мечтать И жить Но уж Не дай Как говорится Бог Вот так Любить Да Любовь Многогранна Для Кого-то Она счастье Для Кого-то Вот такая Боль Вот Хочу Вам поставить Ещё одну Песню На стихи Эдуарда Осадова В исполнении Алины Гавриковой Потрясающе Красивая Песня Резкий Звон Ворвался В полутьму Послушайте пожалуйста Резкий Звон Ворвался В полутьму Я Нам Шальну Телефону К Частому Настойчивому Звону Знала Кто Звонит И почему На мгновение Стала Устала Быстро Я Звонила Она Захнула Но Руки Вперёд Не протянула И Лотой На трубу Не бегла А Чего Мы Проще Взять И снять И Не мучаясь Не тратя силы Вновь Знакомый Голос Услыхать И Опять Оставить Всё как Было Только Разве Тайно Что тогда Возвратятся Все Её Сомнения Сновы Обманы Унижения Все С чем Не смириться Никогда Звон Кружил Дрожа Неумолкая А Она Стояла У окна Всей душою Может Понимая Что Менять Решение Не должна Всё Упрями Телефон Звонил Но Ответ Ни Звука Ни Движения Этот Вечер Необычным Был Этот Вечер Смотр Душевых сил Аттестат Аттестат Само Уложение Слыл И слов Бесили Телефон Стало Тихо Где-то Перестройно Дверь Открыла Вышла На Балкон Первый раз Дышалась Ей Спокойно Очень красивая песня Надеюсь, она вам понравилась И в завершении Хочу прочитать вам стихотворение Эдуарда Осадова Не привыкайте Никогда К любви Не привыкайте Никогда К любви Не соглашайтесь Как бы не устали Чтоб замолчали Ваши соловьи И чтоб цветы Прекрасные увяли И главное Не верьте Никогда Что будто все Проходит И уходит Да Звезды Меркнут Но одна Звезда По имени Любовь Всегда Всегда Обязана Гореть На небосводе Не привыкайте Никогда К любви Разменивая счастье На привычки Словно Костер На крохотные Спички Не мелочись А яростно Живи Не привыкайте Никогда К губам Как будто Бывам издавна Знакомы Как не привыкнешь К солнцу И ветрам И ливню Средь грохочущего Грома Да В мелких Чувствах Можно вновь И вновь Встречать Терять И снова Возвращаться Но если Вдруг Вам Выпала Любовь Привыкнуть К ней Как Обесцветить Кровь Или До копейки Разом Проиграться Не привыкайте К счастью Никогда Напротив Светлым Озаряясь Гореньем Смотрите На любовь Свою Всегда С живым И Постоянным Удивлением Алмаз Не подчиняется Годам И никогда Не обратиться В малость Дивитесь же всегда Тому Что Вам Заслуженно Или Нет Судить Не Нам Но Счастье В мире Все-таки Досталось И Чтоб Любви Не таяла Звезда Исполнитесь Возвышенным Искусством Не Позволяйте Выдыхаться Чувствам Не Привыкайте К счастью Никогда Друзья Друзья мои Искренне От всего сердца Желаю вам Взаимной И Искренней Любви Последние Несколько Минут С вами была я Юлия Сафонова Коновалова Надеюсь Вам понравились Стихи Которые Я прочитала Эдуард Асадов Один из моих Любимейших Поэтов Буду рада Если у вас Появится Желание Взять в руки Книгу И Ознакомиться С его Творчеством Всего вам доброго